Доброго времени суток! Спасибо, что смотрите наш канал, канал ветеринарной клиники Био-Вес. Сегодня я расскажу вам о том, что же делать, если у вашей кошки внезапно открылась диарея. Диарея характеризуется достаточно частыми и жидкими испражнениями. Это может быть вызвано как чем-то вроде изменения диеты, так и достаточно серьезными заболеваниями у вашего питомца. Один приступ диареи, ничего страшного, не волнуйтесь. Но в том случае, если она продолжается больше 1-2 дней, это как минимум может привести организм вашей кошки к обезвоживанию. Давайте разберем с вами причины диареи. Во-первых, это изменение в диете. Это происходит достаточно часто. Следующее это отравление, бактериальная и вирусная инфекция, наличие в организме гельминтов, глистов и возболительные заболевания желудочно-кишечного тракта и многое другое. При диарее рекомендую не кормить ваше животное в течение 12-14 часов, потому что пища не усваивается, и она не принесет никакой пользы и дополнительно нагрузит желудочно-кишечный тракт вашего питомца. Однако нужно предоставить животному всегда в доступе должна быть вода, свежая вода, дабы как-то снизить вероятность обезвоживания. Однако просто водичкой питьевой, к сожалению, обезвоживания избежать не получится. Давайте разберем с вами, в каких же случаях нужно показать вашего питомца врачу. Если диарея у животного продолжается больше одного-двух суток, как я уже сказала, если у него наблюдается лихорадка, вялость, если стул стал темным, если он немножко красноватый или с прожилками крови, также можно для снижения аппетита или какая-то необъяснимая потеря веса, в этом случае вам обязательно нужно обратиться к ветеринарному специалисту. Чтобы избежать подобных проблем, пожалуйста, постарайтесь не давать вашим питомцам молочные продукты, потому что не у всех взрослых кошек еще вырабатывается фермент, который способен переварить молочные продукты. Кроме того, если вы решили изменить рацион вашего питомца, то нужно делать это достаточно медленно, постепенно добавляя новый корм, который вы хотите включить в рацион в замену прежнему. Вот именно с прежним нужно как-то на и то, и другое класть в тарелочку, чтобы не было каких-то подобных реакций, и чтобы обеспечить для желудочно-кишечного тракта вашего питомца в тарелочку. Субтитры создавал DimaTorzok